Ребята, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как исполнять свои желания. Я это умею делать, и я считаю просто своим предотвращением как можно больше людей научить этому навыку. Навык исполнения желаний, он такой же простой, как любой другой навык. Вы когда знаете пошаговый рецепт, раз, два, три, четыре, пять, то вам очень легко приготовить любое блюдо. Вот точно так же с желаниями. Вы когда знаете пошаговый алгоритм, то вам очень легко получить любое желание. И да, шагов несколько, и мы их всех рассматриваем и прорабатываем в нашем клубе Творцы Жизни. Но сегодня я хочу поговорить о самом главном, о самом первом шаге. И этот шаг называется «Я хочу, моё желание». Во многих литературах вы могли прочитать, что нужно не хотеть, а нужно выразить намерение. И вот тут происходит завтыка, как его вообще выражать. Так вот, для начала, в чём разница между моим желанием и намерением? Разница в том, что просто желание, просто желание, они не исполняются. И поймите правильно, если все ваши желания будут исполняться, то в мире вообще будет хаос. Ну, например, вы пришли на работу, начальник там в плохом настроении, и вы себе в мозгах подумали там «Шоп, ты сдох!» Ну, вариант. Ну, представляете, если оно хлопся и сбылось. Ну, вы же потом себе как бы себя же будете винить, и ваша жизнь уже точно не будет счастливой. Или, например, там кто-то что-то вам сказал, а вы там «Шоп, тебе качка копала!» Ну, представляете, прибегает качка, начинает этого человека копкать. Ну, это, конечно, образно, но у нас столько мыслей и столько желаний за день в голове, и не всегда они хорошие, так можно сказать, да, что Вселенная все не выполняет. И правильно делать, как вы уже поняли. Она выполняет только те желания, которые у вас перешли в намерение. То есть, я не просто хочу похудеть. Потому что сегодня вы хотите худеть, завтра вы не хотите худеть. Послезавтра вы посмотрели, что только там пухленькие женщины, весёлые. А послезавтра вы увидели, что на какой-то вечеринке все мужчины определяли внимание как раз пухленькой женщины. Вы думали, да не буду я худеть. И так хорошо, и так сойдёт. И послезавтра у вас таких желаний очень много, и Вселенная бы просто за вами не успевала. Поэтому желание, просто желание, она не исполняет. Она исполняет ваше намерение. Так вот, чем отличается намерение от желаний? Намерение от желания отличается тем, что если я намерена что-то иметь, то я не хочу, а я намерена это взять. Ну, например, я иду в город, я там хочу пить кофе. Я прихожу, нахожу кофейню более-менее нормальную, захожу и пью. То есть я не мечтаю об этом. Я не думаю, что когда-нибудь, да, в какой-то жизни. Я просто еду, вижу, захожу, покупаю и наслаждаюсь. Я намерена попить кофе. Я не хочу пить кофе. Я намерена попить кофе. И вот какая разница между тем, что я хочу и я намерена? Одна единственная. Я делаю действие. Если я намерена что-то получить, я делаю действие. Если я хочу поехать в путешествие, например, я через год опять хочу поехать в Эмираты. Значит, я сейчас открываю себе, открываю себе там скорбничку в монобанке, например. Ну, это не важно, это образно. И ложу туда 100 гривен. Потому что я не хочу, я не мечтаю, я намерена ехать. И для этого я сегодня сделала вот такое действие. Как работает, почему и как это работает, если вы начинаете делать действие, почему подключаются внешние силы, почему подключается Вселенная, Бог и всеми способами помогают вам в этом. Потому что всё, что вы хотите для Вселенной священно. Самое божественное, что у нас есть, это наше желание. И любое ваше желание души, оно не просто так, оно для чего-то и зачем-то. Да, я хотела поехать в Эмираты, да, это было моё желание. Но когда я была там и видела вот эту всю красоту, мне очень хотелось поделиться этой красотой с вами. Я делала фильмы, я делала фотографии, я их скидывала в сториз. Я видела, что очень много из вас их посмотрело. И я очень надеюсь, что большинство из вас подумало, ой, классно, я тоже туда хочу. То есть то, что я делала для себя, я делала для общего целого. Тобто кто-то тоже захочет поехать, посмотреть и дальше передать эту красоту. И почему важно передать красоту? Потому что когда вы увидите это там, вы приезжаете сюда и вы вокруг себя хотите видеть тоже. Вы начинаете делать какие-то действия, там дома что-то менять, вокруг себя что-то менять, понимать, как нормально жить, как можно хорошо жить, как жить, когда кругом все богатые. То есть одно моё действие, моё желание побывать в Эмиратах, оно приносит пользу большому количеству людей, не только мне. Поэтому всё, что вы хотите, для Вселенной священно. И она будет всеми способами помогать вам это получать. Но покажите, что вы не просто хотите, а что вы намерены это получить. Учить сделайте какое-то действие, начните делать действие. Если у вас много ограничивающих убеждений, установок, страхов, то это будет проходить чуть дольше и чуть с большими препятствиями. То есть оно будет приходить не сразу, то есть на это пойдёт какое-то время. Если вы есть чувство вины, что как это я поеду там один, а вот лучше бы деньги там на родных бы потратил, то да, на пути к этой поездке возникнут какие-то ситуации, когда вы сначала потратите на родных, а только потом поедете. Но вот эти все установки, верования, страхи, чувства вины мы тоже забираем в нашем клубе творцы жизни. Поэтому добро пожаловать со следующего месяца. Буду рада видеть, кто хочет реально начинать творить свои жизни. Будем учиться вместе, будем прорабатываться тоже вместе. И что дальше? Дальше вы делаете действия, вам помогают, вы получаете то, что вы хотите. Вот посмотрите, если так ещё образно это объяснить, как это вообще выглядит. Вот вы, например, хотите прыгнуть с бортика бассейна в воду. Вот можно просто хотеть и смотреть, и думать, я бы хотел прыгнуть, но страшно, высоко, а вдруг я утону. Вот это все ограничивающие убеждения, страхи, которые нужно на пути к своим желаниям убирать. И этому мы тоже в клубе творцы жизни учимся. Второе, вы выражаете намерение. Я не просто хочу, я прыгну. Вот это состояние, я прыгну, я решил. И для этого вы группируетесь, вы активизируете все группы мышц, отталкиваетесь. И когда вы это действие сделали, в процесс включаются силы Вселенной, закон гравитации. И вы по-любому попадаете в бассейн. Вы идите ни влево, ни вправо, ни вверх. Я честно вам чисто физически не объясню сейчас, как он работает. Но я точно знаю, что если я оттолкнусь от бортика, то я сто процентов знаю, что я в бассейн попаду. Вот точно так же с желаниями. Когда вы чего-то хотите и намерены это иметь, выражаете свое намерение, делаете действие, то вы сто процентов получите свое желание. Сто процентов. Единственное, чтобы получить его быстрее, нужно поубирать на этом пути страхи, ограничивающие убеждения, которые мешают нам это взять. И в принципе, в принципе, все. Просто вот этих страхов, ограничивающих убеждений очень много. И нужно вообще понимать, где копать. Это может быть в состоянии «я недостойна». Это нужно убирать. Это может быть в состоянии «я не верю, что для меня это реально». Вот это состояние тоже прорабатывается отдельно, и это мы тоже разбираем в нашем клубе. Это может быть страх. Страх получить желаемое. Вы знаете, очень многие наши желания не исполняются, потому что у нас есть такая установка, например, задание жизни — посадить дерево, родить сына, построить дом. Всё, программа на жизнь выполнена. Но, возможно, оно так и было, и программа — это родовая. Вот именно родовая для рода. Вот для рода важно, чтобы вы построили дом, родили сына и посадили дерево. Вот в роду это важно. А ваши личные желания, вот ваши где? И поскольку такое верование есть, то мы можем не достраивать дом годами. То есть нам постоянно какие-то проблемки возникают, и мы никак не можем достроить этот дом, потому что если я его дострою, то я умру. Всё, программа выполнена. А подсознание, оно ведь его задача, чтобы мы были живы, чтобы мы были счастливы. И поэтому оно создаёт такие всякие преграды, чтобы мы этот дом не достраивали. Потому что всё, после этого, ну всё, есть такая программа есть, она работает. И вот такие программы, мы их в нашем клубе выявляем и убираем. Поэтому, ребята, девочки, если вы хотите получить желаемое, вы просто из состояния «хочу» переходите в состояние «я намерен, намерена иметь». Делаете действия и получаете результат. Это просто алгоритм получения желаемого. Это просто навык, который у вас вырабатывается на автомате. Ничего больше. Если же вы хотите получать это быстрее, чтобы по пути поснимать вот эти ограничивающие убеждения, я буду рада видеть вас в нашем клубе. Так что, всем классных, быстрых исполнений желаний и до следующих встреч!